Ситуация на украинской-польской границе становится хуже. Забастовка продолжается и в очередях в сторону Украины стоят более 2,5 тысяч грузовиков. Дальнобойщики остаются заблокированными на четырех направлениях пунктов пропуска. Больше всего напротив пункта пропуска Раворуська. Это 850 транспортных средств, еще по 600 на Краковец и Шагини. И еще где-то 450 это на направлении пункта пропуска Ягодин. Да, некоторые грузовики все же пересекают границу, но их очень мало по сравнению с 6 ноября, например, когда начались протесты. На том же пункте Ягодин ранее около 1200 грузовиков пересекали границу в сутки, а за прошедшие 24 часа в этом направлении приехать только сотни. Именно то, что протестуют те водители, которые часто ездили в Белоруссию и в Рашу, очевидно, и есть зачинщиками этого, скажем так, очень плохого события. То есть российский след я бы поставил на первое место. Что происходит? Вот это на фото одна из 27 патрульных лодок, являющихся частью программы помощи Украине от правительства США. Один из организаторов блокады, Томаш Бучик, иронически спросил, зачем украинцам дорогие яхты. Мол, именно поэтому грузовик с лодкой задержали и отправили в конец очереди. Впрочем, в компанию эту информацию опровергли. Предоставленные сейфботс суда предназначены для использования в качестве правительственных патрульных суден и не призначены для использования в качестве частных яхт. Простое на границе ведут к большим потерям и для украинской экономики. Блокировка срывает контракты на 2024 год, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Морчук. Конец ноября, декабрь – это месяцы, когда формируются новые контракты на следующий год. И, соответственно, если сейчас у нас нет возможности доставлять вовремя продукцию, многие контрагенты, с которыми имели отношение производители, могут перезаключать с кем-то другим. А вот это видео со Словацко-Венгерской границы. И здесь тоже не пропускают грузовики с украинскими номерами. Не пропускают, уже колейка, десь приблизно 10 км. Вот такая ситуация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!